Я ловлю себя на мысли, что когда служит молодежь, я все меньше и меньше чувствую себя молодежью, смотря на свой возраст. Я думаю, что каждый, кто уже имеет своих детей, внуков, он уже не всегда себя чувствует молодежью. Но когда взрослые мужчины, выезжая на природу, начинают играть в футбол, почему-то им кажется, что они все равно еще молодые, и такие еще не совсем-то они и не старые. Как-то избирательно мы подходим к своему возрасту, и когда подобные случаи бывают, я вчера с братьями был на озере, и я вспомнил, какой я был сильный, здоровый, когда-то молодым был. И вот мы с Вадиком плавали в лодке, я все время практически был на веслах, да и вообще не чувствовал слабости, вообще практически ничего не чувствовал. Ну, плавали мы много, и против ветра в том числе. Но вы знаете, если бы, наверное, лет 10 назад, я, наверное, этого вообще бы не почувствовал, но я пришел, как-то домой приехал, я, может, уснул за секунд 12, может, 13. Настолько сильно я устал, у меня все плечи, все болит. Я думаю, да ладно, это же всего лишь весла, всего лишь лодка. Вот мы все идем по жизни, забывая о том, что у нас, кроме того, что мы становимся мудрее, но наши силы слабеют немножко, нам понадобится больше времени, чтобы восстановиться. Наши возможности в физическом плане, они сокращаются. Мы не можем быть такими выносливыми, как это было раньше. В то же самое время, когда мы идем по жизни, на многие вещи мы начинаем смотреть через опыт. Вот у нас уже что-то было, что-то мы переживали, какой-то вывод мы сделали, и вот тот опыт, который мы имеем, уже помогает Даше не совершать каких-то ошибок. Какое-то дело делать без меньшей суеты, достичь цели немножко побыстрее. Наш опыт жизненный, который мы приобретаем, помогает нам во многих случаях. И в такой вот парадигме мы двигаемся, и это часть наша. Поэтому, когда мы говорим, я молод, это правда. Когда мы говорим, что я уже взрослый, это тоже правда. И те, которые уже в преклонном возрасте говорят, что я стар, тоже правда. И отчасти это наша действительность. И кто-то сказал, что стареть мы позволяем себе. Стареть мы сами себе позволяем. Мы сами это делаем. И в этом тоже есть какая-то мудрость, есть мысль в этом. И сегодня мы немножко порассуждаем о том, что же Бог хочет от нас. Что же Бог хочет вот в течение вот этой жизни, вот этих формулировок, которых мы только что слышали в возрасте нашем, в нашем опыте, в нашей жизни. Для чего это все нам? Для чего мы вот рождаемся, взрослеем, ходим в школу, потом в институт и дальше женимся. У нас рождаются дети, и мы стареем, умираем. И так не прекращается. Для чего это все? Многие люди занимаются множеством дел. Есть талантливейшие художники, опытные строители. Есть люди, которые занимаются спортом, ставят какие-то рекорды. Есть много людей, которые пытаются заниматься бизнесом. Есть множество людей, которые успешны в своих делах. Но все вот наши разности, вот эти достижения, разные сферы, они заканчиваются. Когда-то приходит время, когда наш голос нас не слушается. Хористы могут помнить те случаи, когда они болеют. И голос не слушается, не управляется. А когда человек стареет, иногда случаются необратимые какие-то изменения в организме. И уже то, что вчера мы управляли легко этим, оно уже нам не совсем поддается. И вот в этом течение жизни нам очень важно понять, что Бог хочет от нас. Нам внушают с самого детства, ты должен, ты родился, уже сразу должен. Замечали такую вещь, да? Ты должен хорошо учиться. Ты должен хорошо себя вести. Ты должен быть примером. И ты должен быть успешным. Ты должен доказать кому-то, может, что-то. Ты, может быть, должен быть лучше кого-то. Ты все время должен. А когда мы будем долги отдавать, да? Ну ладно. Друзья, нас всю жизнь, мы учимся, и все учебные заведения предлагают нам парадигму мышления, такую, чтобы мы что-то, чего-то доказывали, развивались, реализовывали себя, потенциал свой раскрывали. Чтобы мы были разнообразными, чтобы мы могли знать множество всяких вещей, чтобы мы разные сферы могли постигать. Но для чего это? Для чего нам это? Для чего нам, даже если мы заработаем несколько миллионов долларов и умножим их в несколько десятков миллиардов долларов, для чего нам это? Для чего тебе такое хорошее здоровье? Для чего? Для чего такая хорошая у тебя семья? Библия предлагает реальный взгляд на жизнь, реальную картину, которую Бог сотворил, Бог создал для человека. И вот то, что Он заложил для нас, оно является единственным верным. Единственным верным это делать то, что Бог для нас предназначил. Один человек рассказывал историю про свою жизнь, и он говорит о том, что в 10-летнем возрасте ему на Рождество подарили лук. Я его пытался создавать в детстве, множество палок наломал, веревок. Я смотрю, это не прекращается. Все, наверное, мальчики, парни это делают до сих пор. Хотя лук создан, да? И вот этот мальчик получил на Рождество лук и три стрелы. Он с нетерпением выбежал во двор, поставил на картонную коробку мишень и, как со всей силы, растянул этот лук и мимо, да? Да, мимо. И стрела его врезалась в забор и раскололась. И тут он сделал вывод. Ну, наверное, я не попаду в цель, поэтому буду делать проще. И он начал стрелять вверх. Он взял лук и начал напрягать его, и он стрелу отправил вверх, и она летит, наблюдает за ней, и потом она меняет свою траекторию, она падает вниз. Это тот случай, когда кинетическая и потенциальная энергия встречаются, вы это знаете. И стрела падает вниз, и он изобрел для себя развлечение без последствий. Он начинал стрелять вверх и старался так бежать за стрелой, чтобы максимально приблизиться к ней, то есть чтобы она упала возле него. И позже эта уже модель игры трансформировалась в то, что он по диагонали из участка своего дома стрелял в другой участок. И так вот он бегал, но он не стал лучником. Он не стал тем, кто свои навыки применяет в каких-то точных дисциплинах. Он не попадал в цель. Он не учился стрелять именно в то место, куда он должен попасть. Его вот все навыки закончились тем, что он просто стрелял вверх, не побеждая никого, не совершенствуясь в чем-то более таком применимом к жизни. Он просто развлекался. И хочу сказать, дорогие друзья, что нам тоже нужно пробовать попасть в цель. Не увлекаться ничем другим. Ничем другим. Не отвлекаться ни на что. Нужно делать попытки попасть в цель. Для того, чтобы попасть в цель, нужно ее видеть. Ее нужно знать. Она должна быть. Невозможно попасть в то, чего нет. И Библия нам предлагает Слово Божье. Господь предлагает нам свое видение. Давайте прочитаем 1 Фессалоникийцам 4 глава с 3 стиха. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Вот последний стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И у меня один вопрос. Ответьте себе честно. Что вы думаете, когда слышите о том, что вам нужно быть святым, освящаться? Давайте попробую за какое-то количество людей немножко ответить. Нам кажется, что святость – это не для меня. Это как бы недостижимая такая цель. Как? Святость – это что-то скучное. Святость – это что-то то, что очень сложно достичь. Святость для меня, наверное, это в каком-то смысле для человека – это то, что лишает чего-то, то, что лишает каких-то удовольствий. То, что забирает что-то. Святость – это, наверное, для кого-то ограничение, какие-то рамки. Но в конечном итоге, наверное, если рассуждать просто нашим поверхностным мышлением, то мы придем к тому, что святость – это не для нас. Как бы грустно ни было, нам тяжело применить это слово «святость» к себе, потому что мы знаем свое несовершенство. Но сегодня я попробую, наверное, вместе с вами попробуем порассуждать, почему нам нужно освящаться, почему нам нужно быть святыми, почему нам нужно попадать в цель, которую поставил нам Господь. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, а к святости, к святости, не к промаху, не мимо, но в цель, в святость». И я сейчас позову Филиппа. Филипп, подожди, пожалуйста, сюда. Он согласился сегодня мне помочь. Как тебя зовут? Филипп. Вот этот парень – это мой сын, вот этот молодой мужчинка, да? Он стесняется, сейчас волнуется, но я тоже волнуюсь вместе с ним. И вообще, это очень необыкновенный парень. У него есть друзья. У тебя есть друзья? Да? Да. А кто твой друг самый лучший? Миша. У него есть друг Миша. А у тебя есть сестричка и братик? А как их зовут? Эмма и Андрей. У него есть и братик, и сестричка. И у него есть школа, да? В каком ты классе? В втором. А как твою учительницу зовут? Тот неудобный момент, да? Ты вспомнил? Не вспомнил? Растерялся, но ничего. Я его не готовил к этому. Дорогие друзья, смотрите, вот этот парень уже имеет свой круг общения. Я хотел это показать. Он уже умеет общаться с людьми. У него уже есть лучший друг. Лучший друг, привет. Он, наверное, на воскресной школе. Он чуть задерживается, Филипп. Вот. У него есть братик и сестричка. У него есть класс. У него есть учительница. Не знаю, как ее зовут тоже. У нас по этой части мама заведует школой и обучением. Друзья, и вот этот маленький мальчик. Сколько тебе лет, Филипп? Восемь, да? Восемь лет, да? Когда у тебя день рождения? Четвертого июля. Он знает. Он уже себя идентифицирует. А фамилия твоя как? Сильчук. Вот видите, он все знает. Он же многое познал. И у него формируется круг общения. Все, Филипп, спасибо тебе. Иди к мамочке. У него формируется круг общения. У него формируется уже понятие мира. Он формирует уже какие-то причинно-следственные связи. Уже связывает мысли. Уже мысли определяют какие-то категории. Этими категориями суждения являются у него. Это все происходит. И так сделал Бог. И позже у него появится больше друзей. Позже эти друзья, может быть, поменяются. И он будет профилироваться в какую-то сферу своей жизни. И он будет это делать естественно, я надеюсь. И Бог каким-то образом его будет вести. И в конечном итоге он будет профессионалом в какой-то области. Хорошим человеком. Я надеюсь, что еще я подержу внуков, которых наши дети принесут нам. Это все течение жизни. И никуда от этого не уйдешь. Хочешь думай, хочешь не думай. Но так произойдет. Дорогие друзья, я просто хочу показать, что вот этот молодой человек, мой парень, мой Филипп, он уже имеет отношение с другими людьми. Он уже имеет другое общество. Но это общество влияет на него, так же, как на нас. И порой это общество, это не только люди. Это твои книги, которые ты читаешь. Это твои новости, которые ты смотришь. Твой инстаграм, твой ютуб, тикток и прочие модные слова, это все твое общество. Это то, где ты питаешься. Это то, где ты свое сердце формируешь, свое окружение твое. Это не только люди. Это в том числе все, что мы принимаем в свое сознание. И оно формирует нас. И когда мы говорим о том, что в воле Божья есть святость, освящение, то мы должны понимать, что Бог дал нам возможность быть похожими на себя, похожими на Него. И вот эта воля заключается в том, что святость – это не скучное занятие религиозных людей. И освящение – это не погружение в какие-то религиозные процессы. А освящение – это не когда человеку ничего нельзя. А освящение – это когда ты становишься похожим на Иисуса Христа. На Иисуса Христа. На твоего Бога. Освящение – это тогда, когда ты попадаешь в цель и делаешь те дела. Мыслишь точно так же, как это делает Иисус Христос. Все остальное мимо. Все остальное мимо. Это не в цель. Движение по жизни без цели Иисуса Христа – она неверная. Она может быть интересная. Она может захватывающе быть. Перспективная. Может быть, с иллюзией такой, что ты ей управляешь. Вроде бы. Но жизнь в цель – это освящение. Это преображение в образ Иисуса Христа. Дорогие братья, дорогие сестры, вы видели этого мальчика молодого, да? Возле меня он стоял. Он похож на меня. Наверное, да? Вам, наверное, виднее было. Он похож на меня. Он, может быть, не сильно большого роста будет, потому что я, в принципе, не сильно высок. Но у меня супруга чуть повыше. Может быть, он и выше будет. Вы понимаете, что он пойдет по каким-то моим путям. Он будет похож на меня. Сейчас какое-то время, может, многие из вас скажут, ну, вылитый ты. Ну, ты похож. Кстати, сегодня проповедовал Александр. Он похож на свою папу. Хочет он этого? Не хочет. Он похож. Дорогие верующие, дорогие друзья присутствующие, у нас есть возможность быть похожими на Иисуса Христа. У нас есть возможность быть похожими на Бога, на самого лучшего. На идеал. И нам нужно целиться вот в эту цель. Быть похожими на Иисуса Христа. Но что для этого нужно сделать? Что нам нужно делать для того, чтобы быть похожими на Иисуса Христа? Немножко, буквально чуть-чуть. Почитаем. Уже прочитанный текст. Третий стих. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел, умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Давайте первую часть пройдем немножко. Воздерживаться от блуда. Мы все понимаем, что это такое. Мы понимаем, что это нехорошее отношение между незаконными мужчиной и женщиной, то есть людей, которые не состоят в браке. Но также эту часть можно растрактовать или трактовать, говорить о том, что это, когда мы приносим в свою жизнь идолов, когда мы занимаемся идолопоклонством, когда мы отдаем свое время, свою энергию, свои силы чему-то тому, что не приближает нас к Богу, а наоборот отдаляет от Него. Когда мы какое-то свое внимание, свои мысли фокусируем на том, что разрушает нас. И мы это понимаем. Кстати, я думаю, что у нас на канале есть проповедь, по-моему, Сергей Александрович проповедовал о идолах, говорил, и еще один брат-гость тоже говорил. Вы можете посмотреть позже про идолопоклонство. Там очень все подробно расписано. Просто сейчас немножко поговорим о том, что значит воздерживаться от блуда. в нашем, в духовной жизни нашей. Как это нужно делать? Вы знаете, особенно женатые люди, они понимают, что такое внимание к супруге. Они понимают, когда супруга молчит, когда уже потеряно где-то отношение. Вы чувствуете это, когда ваша супруга как-то отдаляется от вас или ваш супруг. И это очень больно. Еще ничего не произошло, но вы чувствуете, что что-то теряется, теряется общение. Первая степень от того, чтобы мы не упали в какой-то грех, это наше общение с Господом. Точно так же нужно общаться. С Иисусом Христом нужно общаться, чтобы не блудить, чтобы не быть увлеченными чем-то, чтобы не иметь отношения с идолами. С Ним нужно общаться. С Ним нужно разговаривать. С Ним нужно не просто молиться в одну сторону только, но слышать Его, что Он хочет. С Иисусом Христом нужно разговаривать, нужно говорить с Ним. И общение, оно приносит наслаждение и показывает нашу цель, что мы любим Бога, мы любим Его. Как можно говорить, что я люблю свою супругу, когда я с ней не разговариваю? Это же невозможно. Вы видели когда-нибудь влюбленную парочку, которая никогда не общалась друг с другом? Не было такого. Наверное, все-таки самое лучшее время все братья, которые женились в эпоху телефонов. Это телефонно-часовые, многочасовые телефонные разговоры. Бесконечная переписка может быть. Я в свое время научился писать на Nokia 6100. Все помнит такой телефон. Это не сенсорный телефон. Это был кнопочный телефон. Я работал у одного брата в магазине. И я продавцом работал. Я переписывался со своей супругом, даже не смотрел. Не смотрел в телефон. Я вот так мог это делать. Это вы понимаете, о чем я говорю. Да, кто знает, что такое кнопочный телефон, вы, наверное, поймете. Ты общаешься. И это то, что охраняет тебя от блуда. Это общение, отношения, потому что ты ценишь этим. Следующее. Чтобы каждый из нас, из вас, умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. На этом чуть-чуть больше остановимся. Мы понимаем под словом сосуд это наше внутреннее, внутреннего человека. Нашу душу. И нашу душу нужно тоже соблюдать в святости, о чем мы говорили, и чести. Я, когда учился в школьную программу, очень любил читать. Я мог прочитывать очень много книжек и с фонариком под одеяло, в том числе, эта история касается меня. Вот это было у меня. Я очень любил военные всякие произведения на военную тематику. И я читал много о офицерской чести, о тех отношениях высоких. Понятно, что там были разные люди и понятно, что разные истории были, но само слово честь, честь, это что-то такое, которое дает нам необыкновенную какую-то ценность, когда человек ведет себя с честью человека. Знаете, с честью человека. Человек, который обладает хорошим именем, у которого есть внутренние моральные принципы. Так вот, о нашем сосуде, о том, что внутренне нас наполняет, оно должно быть, наш сосуд должен быть в святости, в чистоте и в чести. В чести, это значит, в глубоком внимании к тому, что мы туда кладем. Сосуд должен быть в чести. Наша душа должна быть в чести. Мы должны к ней относиться в первую очередь как к чему-то самому дорогому и высокому. И туда не класть все, что попало. Это касается и новостей в том числе, и пустого времяпропровождения. Мы должны к этому относиться, к нашей душе, как к чему-то особенному, к тому, что ценится очень высоко. Мы порой свою душу употребляем в нее всякие нехорошие вещи. Нужно, например, просидеть, что-то подождать. Что мы делаем? Мы убиваем время, и мы свою душу напитываем всяким хламом из интернета. И потом это даже под чуть-чуть даже верим. Мы читаем бесконечное количество рецептов, братья и сестры. Я, конечно, с уважением отношусь к медикам, но иногда я читаю даже в нашей церковной группе эти рецепты от ковида. Братья и сестры, вы просто подумайте, что вы перепащиваете. Вы просто посоветуйтесь со специалистом. Вы просто подумайте, что там пишут, что там пишут. И вот эти все вещи, они не происходят от того, что мы глубоко анализируем, а потому что мы на веру уже воспринимаем все. Мы без экспертизы, без рассуждения, пропуская внутрь себя, в свой сосуд, все, что попало, там написано, там сказали, там говорили, там знакомые, там... Слушай, давай по чуть-чуть. Дозируй то, что ты себе пропускаешь в сосуд. Дозируй то, что ты запоминаешь, то, что ты пропускаешь в себе в душу. Всю информацию, которую ты получаешь, пропускай через фильтр. Фильтруй все это. Даже проповеди, даже то, что происходит в церкви, сверяй со Словом Божьим. Пусть Слово Божье будет единственным и самым сильным фильтром в твоей жизни. Знаете, дорогие друзья, когда человек не знает Слово Божье, когда он не читает его, когда он не основан на Библии, на Писании, в его жизнь может приходить все, что угодно. В его жизнь может приходить все, что угодно. Нету стены, нету основания, нету базы. И поэтому можешь верить в любую теорию, получить от этого удовольствие, другим об этом рассказывать. Но жизнь твоя, она будет разрушена, потому что Слово Божье, оно не становится твоей защитой. Поэтому, когда мы говорим о сосуде, чтобы он был в святости и в чести, в первую очередь, это наша молитвенная, духовная жизнь, чтение Слова Божьего, чтение Писания, погружение вот в это. Я понимаю, что это вам может быть, ну, не совсем льстит, ну, как бы, я имею в виду, что не совсем приятно об этом слышать. Мы многие читаем Слово Божье номинально, мы многие молимся перед сном, утром, но мы говорим об отношениях с Богом, мы говорим о личных переживаниях Духа Святого. Чтение Библии, молитва, это прекрасно, а общение с Богом через молитву и через чтение Слова Божьего, это самое лучшее, это самое лучшее, это в цель, это в точку, это в мишень, это в девятку. Отношение с Господом через чтение Слова Божьего и через молитву, это в точку, это в цель. Следующее, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и керостолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. С братом своим мы можем поступать противозаконно, противозаконно законам Конституции Республики Беларусь, это нарушение, которое карается административным или уголовным преследованием, а можем противозаконно поступать на основании закона Библии, закона Слова Божьего. И здесь апостол Павел говорит об этом. Противозаконное поведение и отношение к брату, к сестре – это нарушение морали и этики Слова Божьего. Это наши, может быть, разговоры за спиной. Это, может быть, наше обсуждение каких-то людей. Это небрежное отношение. Сюда включаем неблагодарность. В отношение противозаконное можно включить наше холодное отношение. Потому что Слово Божье говорит, что мы имели усердную любовь друг к другу. Усердную любовь друг к другу. Прилагали к этому какое-то усилие, чтобы иметь усердную любовь друг к другу. Дорогие друзья, и в кинфоничном итоге попадание в цель – это чтобы мы были в чистоте и святости. И были похожи на нашего Отца Небесного. Я понимаю, что, может быть, многие из нас уже достаточно святые люди, очищенные. И слава Богу за таких людей. Я просто напомню этот пример с луком. Можно целиться в цель, стараться в нее попасть. А можно получать удовольствие от процесса. Выбирать нам. Наша жизнь в наших руках. У нас есть время, у нас еще есть силы. Я призываю каждого из нас целиться в цель. И наша цель – 7 стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И еще есть 1 Петра, 1 глава, 14-16 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Наш Отец – Бог. Вот так как ваши дети становятся похожими на вас, становитесь похожими на вашего Отца Небесного. Может, в своей жизни не было примера хорошего папы или мамы. У тебя есть пример Бог, который своего Сына отдал ради тебя из-за того, что любил, просто потому что любил. И сделал все для того, чтобы ты был с Ним. «Будьте святы, как я свят», – говорит Слово Божье. Дорогие друзья, если вы ходите в церковь, множество лет посещаете, или первый раз, может быть, у нас сегодня, или второй какой-то, может, третий, четвертый раз. Друзья, если в вашей внутренности нет такой тяги, или у вас нет опции такой стремиться к святости, вы можете покаяться. Вы можете это сделать, просто подняв свою руку, или проходя, когда мы будем молиться. Вы можете обрести свободу от ваших бесконечных, вот этих затягивающих процессов, не попадания в цель. Не попадание в цель, оно забирает время, но лишает тебя цели. Если ты хочешь получить от Бога, вот просто от Господа Иисуса Христа цель, желание, обновление, обновление, ты можешь это сделать сегодня, ты можешь покаяться в своих грехах, может, тебя томит что-то, внутренность твоя уже устала от каких-то дел, которые ты уже наделал, может, твои непопадания в цель принесли увечья или урон кому-то, может, ты сам себя ранил уже много раз, может, внутренность твоя уже изранена всякими происходящими процессами, может, ты не свободен от чего-то, может, что-то владеет тобой, может, алкогольная зависимость, или у тебя какие-то другие вопросы есть. У Господа есть на это все ответы. И ты сейчас находишься в церкви, ты находишься в обществе людей, которых Бог изменил, не которые своими усилиями стали святыми, которые не просто взяли и по щелчку просто стали идеальными людьми. Ты находишься в обществе людей, которых Бог меняет, с которыми Бог имеет дело, которым Бог помогает. Поэтому сейчас мы будем молиться, давайте встанем на ноги. Я попрошу, чтобы те люди, которые хотят покаяться перед Господом, вы можете поднять свою руку или просто проходить сюда вперед. Это касается всех людей. Это касается каждого человека. Если ты перед Богом ни разу не каялся, если ты свою жизнь не отдал в руки Божьи, то ты в опасности, в реальной опасности. И убедительно просим, Слово Божие говорит, что Бог повелевает всем повсюду покаяться. Он, как любящий Отец, как тот, который сотворил тебя. Он хочет, чтобы ты был похожим на Него. Ты можешь посмотреть свою жизнь, проанализировать, на кого ты похож. Может, ты похож на негодяя, внутри себя таким ощущаешь. Может, ты себя внутри чувствуешь опустошенным, человеком, которого нет цели. Может, что-то есть визуальное, влияние какое-то, может быть, еще что-то. Но внутренность твоя нуждается в Господе. Тебе нужно покаяние. Дорогой брат, дорогая сестра, может, ты стал уже давно номинальным человеком, номинальным христианином, который приходит на собрание и уходит таким же. Не меняется ничего в его жизни. Выходи сюда, будем обновляться, будем молиться о тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...